Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова Телефон в студии 847-400-5200 На тот случай, если у вас будут вопросы Ну а пока история Фрэнка Фоули Да, давно хотел рассказать вам про этого человека Хотя, возможно, кто-то уже и без меня про него знает Но повод представился еще пару месяцев назад Когда в британском форен-офисе Был торжественно открыт его бюст И, тем не менее, хотел я набрать побольше информации Чтобы рассказ получился подробнее Так что, ну плюс события Самые разные американские происходили Которые постоянно тему переносили Ну вот, наконец-то, вам расскажу про Фолли И почему так я этого человека уважаю И считаю, что надо о нем говорить и вспоминать его по очереди Давайте, пока вы не начали говорить Быстренько примем один звонок А потом вернемся, чтобы не останавливаться Да, конечно Да, пожалуйста Алло Да Да, здравствуйте Я могу задать вопрос Пожалуйста, вы приглушите источник, из которого вы слушаете Потому что там идет задержка, вы уже в эфире Хорошо, хорошо, сейчас я отключу У меня вопрос следующий Мне очень нравится этот час Волкова, Ивана, ой, простите меня Ивана Денисова Ивана Денисова, очень хорошо, мне очень нравится У меня такой вопрос Как относится Верховный суд к вопросу абортов, особенно в позднем сроке? Моя жена, бывший гинеколог, и она говорит, что в России аборты были запрещены после 12 недель Сейчас же мы видим ужасное, то, что демократы предлагают делать, умертвлять детей даже после рождения Пусть Иван, если у него есть такие данные, расскажет об этом Спасибо большое Да, спасибо вам, во-первых, за добрые слова в мой адрес Я всегда рад их слышать Что касается вашего вопроса, ну, тут сказать, как в целом, Верховный суд нельзя Потому что Верховный суд, это 9 человек, у каждого своя позиция Известно, что тот же самый мой любимый судья Томас с позиции Конституции Он полагает, что в Конституции абортов нет И знаменитая РО против Уэйда, оно, соответственно, не может считаться действительно следующим Конституцией Это решение неверное Но удастся ли его аннулировать, у меня большие сомнения Что касается того, что вы сказали о моральных соображениях, я их полностью разделяю Но все же не забываем, что Верховный суд, он следует прежде всего соображениям конституционным Конечно, без морали Конституция, да, она не особенно работает, но как бы то ни было В Конституции абортов нет, это вымышленная вещь И оригиналисты, тот же Скалли, тот же Томас об этом говорят, вне зависимости от своего личного отношения К этой проблеме Но в ближайшем будущем, я боюсь, решение не будет отменено Спасибо Спасибо вам Ну, давайте тогда вернемся к... Да, теперь вернемся к Фрэнку Фоуле Итак, Фрэнк Фоуле это человек, которого можно считать героем минувшего века При этом он не отличался вроде бы какими-то оригинальными идеями, страумием Он обладал заурядной внешностью британского джентльмена, невысокого роста С тихим в основном голосом, безукоризненными манерами Но вот так получилось, что этот тихий, благообразный джентльмен Без каких-то потрясающих идей Он сделал для улучшения мира, пусть это прозвучит пафосно, но так оно и есть Больше, чем многие другие интеллектуалы, политики, кто угодно В Фоуле ему так получилось, что он в разные периоды своей карьеры Противостоял всему худшему, что есть, что было в веке 20-м Ну и сохраняется и сейчас Это фашизм, коммунизм, антисемитизм Ну и, может быть, немного другое, но и штука тоже опасная бюрократия Началось все с того, что во время еще Первой мировой войны Фоуле получил тяжелое ранение Чудом остался в живых И вот по истечению обстоятельств, так как хотел продолжать служить Британии Но с таким ранением в активных боевых действиях ему нельзя было участвовать Поэтому его отправили в разведку Она на тот момент только набирала обороты И в 20-30-е годы Фоуле оказался резидентом британской разведки в Берлине Где он официально его работой было оформление паспортов и виз И изначально его целью работы в Британии была борьба с коммунистами Конечно же, потому что, понятно, коммунистическая угроза Только увидели ее опасность Предпринимались все попытки ее пресечь И Фоуле добился в том огромного успеха Дело в том, что при всей своей внешней вроде бы невыразительности Он, тем не менее, обладал способностью на людей влиять И их убеждать И, например, когда Джонни Деграф такой был Человек, разочаровавшийся в коммунизме И хотевший сбежать на Запад И обратился к нему за помощью То Фоуле его убедил стать двойным агентом И Деграф стал одним из самых успешных В результате агентов британской разведки Он срывал по всему миру коммунистические операции От Китая до Бразилии При этом его руководителем оставался как раз Фоуле И потом благополучно его вывезли в Канаду, насколько я помню А Фоуле и дальше его сеть агентов работала и против коммунистов успешно Но вот тут, как вы помните, в 20-е и 30-е годы в Германии появилась совсем другая проблема Тоже она, конечно же, связана с коммунизмом Но сейчас не будем в нее углубляться Это рост национал-социализма и антисемитизм И вот тут Фоуле и показал себя уже с другой стороны Чего было больше в его действиях сказать трудно Это был патриотизм Это было христианское понимание того, что людям, которых преследуют только за то, что они евреи, надо помогать Отчасти было, конечно, и профессиональное соображение Сейчас вы поймете, почему Но Фоуле стал тем человеком, который оказал огромную помощь в вывозе, в бегстве, как угодно это называйте, евреев из Германии При этом как легальным, так и нелегальным, что важно Естественно, вы знаете, существовали квоты И бюрократия была против Фоуле Он мог выдавать визы как в Британию, так и в Эреции Сраэль Потому что, помните, тогда под контролем Британии территория находилась И жесткие были ограничения Но Фоуле шел на самые разные ухищрения, чтобы их обходить Более того, например, когда еврейская молодая женщина, инвалид, ей нельзя было никуда ехать без матери А мать там не удавалось никак ей документы сделать То Фоуле их оформил как мужа с женой И они спокойно уехали из Германии Фоуле не останавливался и на этом Бывали случаи, когда он делал документы по просьбе своих знакомых Потому что у него установились очень хорошие связи с еврейской общиной в Берлине И узнавал, что вот человека, для которого он сделал документы Что его уже отправили в лагерь И Фоуле ехал в лагерь Находил этого человека Вытаскивал его оттуда И действительно помогал уехать в Британию Или в Рецисраиль, как получится Это может прозвучать, конечно же, как-то пафосно и кинематографично Но таковы действительно показания свидетелей и очевидцев Что для многих, которые уже простились с жизнью и со всем чем угодно Появление маленького британца Который говорит, меня зовут Фоуле, вот ваши документы Это было действительно спасение К тому же во время облава прятал он евреев у себя Неоднократно, сколько мог И пресекал все попытки гестаповцев как-то на него давить А такие попытки были Там, например, приходили какие-то громилы Начинали приставать к евреям, стоявшим в очереди Выходил Фоуле И снизу вверх Напоминаю, человек был маленького роста Спокойно говорил, что либо встаньте в очередь, либо уйдите вообще И представьте себе, это имело эффект Они уходили, я имею ввиду нацисты При этом у Фоуле Его информаторы и разведчики Не только в еврейской среде Но и среди немцев, которые нацистов не любили А такие немцы и австрийцы были Они привели, например, к тому, что у него появились контакты в германских лабораториях И он мог через своих людей Там был австрийский ученый Которого жена была еврейка Поэтому он нацистов ненавидел лютой ненавистью Но продолжал работать и информацию передавал Фоуле Что был такой еще канал И это помогало Фоуле не только давать визы евреям А он, по оценкам, порядка 10 тысяч спас своей деятельностью Но и тормозить немцев, которые собирались ехать в Британию С явной шпионской деятельностью Потому что он точно знал, зачем этот немец едет в Британию И вежливо, опять же, с британской изысканностью Таким немцам отказывал При этом Фоуле был в курсе и того, что есть нелегальная эмиграция Более того, она поощрялась с немцами Потому что немцы исходили из того Прежде всего в Эрец, Исраэль Исходили из того, что чем больше евреев туда уедет Тем больше будет недовольства среди арабов И они англичанам будут таким образом вредить Но Фоуле это волновало то, чтобы спасать людей А не то, что там немцы хотели И вот о чем мы с вами не раз говорили Как себя вести разведчику в такой ситуации С одной стороны, ему по идее По его инструкциям и по должности Надо было сообщить об этих нелегальных каналах Но он этого не сделал Он сохранял это втайне и даже помогал им И представьте себе, для его работы это был скорее плюс Потому что еврейские организации Полулегальные, занимавшиеся вопросами эмиграции Они тоже имели своих людей по всей Германии И они тоже собирали информацию И в благодарность за то, что Фоуле Им помогает и ничего не делает, чтобы пресечь их деятельность Они ему тоже сообщали немало важных разведданных То есть, действительно, Фоуле, ну, как вы видите С точки зрения и человечности, и с точки зрения разведчика Он добился максимального успеха Как только началась война Фоуле отправили в Норвегию из Германии И там он тоже преуспел Потому как, ну, норвежцы и англичане не преуспели В обороне Норвегии, к сожалению Но это уже не вина Фоуле А он довольно быстро наладил контакт Между норвежским командованием и британской армией Но и тут, как только стало понятно Что немцы атакуют Норвегию Первое, что сделал Фоуле Это каким-то неимоверным способом Даже знавшие его люди до сих пор Да, сейчас их уже почти не осталось Удивлялись долго, как Он ухитрился того, что несколько сотен евреев Из Норвегии были вывезены в Швецию Так что, как видите, и здесь он отметился И до конца войны он оставался активным Уже прежде всего в разведке Он, например, был координатором от МИ-6 В так называемом комитете 20 Ну или дабл-кросс Там игра слов Дабл-кросс это, знаете, двойной крест С другой стороны это обман Ну и еще дабл-кросс это 20 Поэтому этот комитет так и называли Он имел своей целью работу с двойными агентами В него входили люди из разных разведок Вот от МИ-6 был Фоули И глава комитета Мастерман считал Что именно деятельность Фоули Помогла особо успешно этому комитету работать После войны Фоули жил вполне себе Спокойно в Британии у себя И, да, предупреждал об опасности Коммунистической агрессии Но публичным человеком не был Более того, когда он умер в 58 году То в Израиле на его смерть отреагировали Гораздо более драматично, чем в Британии Прежде всего те, кто знал его Вот те, кто евреи немецкие Которые выехали в Израиль благодаря Фоули Именно они стали писать в британскую прессу письма С призывом обратить внимание на то, что умер действительно выдающийся человек И хотя потребовалось еще почти 40 лет Чтобы сперва Израиль признал Фоули героем Холокоста А уже в 21 веке Евангелие Спохватились и открывают ему мемориальные статуи Наконец-то Foreign Office вообще только в этом году Открыл его бюст, о чем я вам сказал И что, собственно, стало поводом для этого моего рассказа Но, как бы то ни было, признание в конце концов состоялось И этот действительно незаурядный человек Напоминает нам о том, каким должны быть дипломаты Ну и какими должны быть разведчики И что очень часто Следование действительно нравственным соображениям И следование интересам своей страны Бывает гораздо выше Чем следование должностным инструкциям О чем тоже я вам не раз говорил Я же в завершение две цитаты из Фоули вам приведу Это первое, когда он сказал, что из его писем Что, по сути, он пацифисты войну ненавидят Но когда появляется тиран, который лишает людей Свободы не только физической, но и свободы мысли Другого выхода не остается Что, увы, актуально и по сей день И второе, это он написал одному из своих знакомых Уже после войны Что очень хорошо Что наш небольшой офис в Берлине Спас, спасал людей Но, к сожалению К сожалению, мы спасли очень мало евреев И герои настоящие никогда не могут быть довольны собой И то, что Фоули понимал, что даже его героические действия, увы, не смогли спасти больше людей Это не преуменьшает его заслуги Это, на мой взгляд, делает его еще большим героем И, повторюсь, таких людей, конечно же, надо помнить Ну, а я, наверное, на этом умолкаю Потому что время мое истекает Иван, огромное спасибо Огромное спасибо Я думаю, что не все из наших радиослушателей знали историю Фоули Спасибо огромное И до встречи в следующий раз Спасибо вам До встречи Субтитры сделал DimaTorzok